Привет, привет, мои дорогие! С вами опять я, Полина Червова, и я хочу возобновить свои видео на канале. Несколько недель я не выкладывала новые видео на свой канал, и сейчас я обещаю справиться и начну снимать для вас новые видео. Буквально несколько часов назад я приехала в Вильнюс, это столица Литвы. Я пробуду здесь несколько дней, а потом поеду в Париж и буду снимать новые видео рядом с Эйфелевой башней и на Елисейских полях. Итак, сейчас я пока что снимаю видео в своем номере, но сегодня мы обязательно пойдем гулять в старом городе, и я сниму еще видео там. И сегодня мы с вами будем говорить о двух предлогах, точнее, об одном предлоге, и у него есть аналог второй, и имеют они одно и то же значение. Мы будем говорить о предлогах despite и in spite of. Обратите внимание, что despite это одно слово, а in spite of это три слова. Despite мы не используем с предлогом of, да, он один, despite, а in spite of у нас идет с двумя предлогами. Получается всего три слова. Окей, хорошо, что же это за предлоги? Эти предлоги переводятся как несмотря на, например, по-русски, да, несмотря на дождь, я пойду гулять, несмотря на лето, на улице холодно, несмотря на работу, на ежедневную работу, я успеваю учить английский, да, это про вас. Несмотря на то, что вы каждый день чем-то заняты, вы все равно продолжаете заниматься английским языком, я очень вами горжусь. Итак, какие особенности использования этих предлогов? Ну, во-первых, они очень популярны в разговорной речи и действительно помогут вам разнообразить свою речь и составлять более интересные предложения. Во-вторых, после этих предлогов мы используем либо существительное, то есть, допустим, несмотря на дождь, несмотря на плохую погоду, несмотря на ежедневную работу, тоже можно сказать, да, прилагательное и существительное. Если у вас после этого предлога идет глагол, то он должен быть с инговым окончанием, то есть, это герундия, да, глагол с инговым окончанием. Например, да, несмотря на то, что я постоянно виню себя, да, как вариант, то есть, в английском языке не будет этих, чтобы, просто будет, несмотря на обвинение себя. Нельзя поставить после этих предлогов предложение. Например, несмотря на то, что я работаю каждый день. Я работаю каждый день. Нельзя сказать героя и действия, да, то есть, мини-предложение нельзя поставить. Но если вам обязательно нужно поставить там предложение, и вы не можете без него, то тогда вы добавляете фразу. То есть, the fact that, и потом добавляете целое предложение. Ну ладно, давайте разберем уже примеры. Первый пример. Мы гуляем, несмотря на дождь, да. В данном случае, после слова despite, у нас стоит rain, the rain, существительное, да, то есть, после предлога стоит существительное. Следующий. They are living there, despite the war. Они живут там, несмотря на войну. Опять, они живут там, потом despite, несмотря на, и существительное. The war. They are living there, despite the war. Следующий пример будет с фразочкой the fact that. Despite the fact that I work every day, I learn English. Несмотря на то, что я работаю каждый день, да, несмотря на факт того, что я работаю каждый день, я учу английский. Либо можно сказать I learn English despite the fact I work every day. Да? Ничего сложного. А теперь давайте пример с герундием, да, с глаголом с инговым окончанием. I think it is easy to have a child, despite blaming myself every time she falls off a sofa. То есть, я считаю, что это легко иметь ребенка, что несложно иметь ребенка, несмотря на то, что я каждый раз виню себя, когда она падает с дивана. Обратите внимание, как много слов в русском языке, обратите внимание, как много слов в русском языке, и как мало на самом деле слов нужно в английском. Давайте еще раз. I think it is easy to have a child, despite blaming myself every time she falls off a sofa. То есть, я считаю, я думаю, что это легко иметь ребенка, несмотря на то, что я каждый раз виню себя, когда она падает с дивана, да? Ну что, ребят, ничего сложного, правда? Давайте все зарезюмируем. Предлоги despite и in spite of переводятся как несмотря на despite одно слово, in spite of три слова. После этих предлогов мы можем использовать либо существительное, либо глагол с инговым окончанием, либо, если вы хотите использовать предложение, вы добавляете фразу the fact that, то есть despite the fact that I work every day, допустим, да? Ничего сложного, правда? Попробуйте составить свои предложения с этими предлогами и начните использовать их в разговорной речи. Я думаю, что вы заметили, что я в основном в своих примерах использовала только despite. Вы можете использовать любой, они равнозначны по своему значению. На этом все, друзья, я прощаюсь с вами и приглашаю вас на открытые уроки, которые я провожу теперь практически каждую неделю. Всего за один час вы узнаете очень много интересной информации по английскому языку. Уроки подходят для учеников с любым уровнем английского языка. Стоимость всего 200 рублей. Анонсы у меня на страничке ВКонтакте, поэтому добавляйте меня в друзья ВКонтакте. И также приходите участвовать в марафоне английского языка. Я помогу вам заговорить на английском всего за один месяц. Вся подробная информация под этим видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новом видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!